Студенты астрофизики института имени Нильса Бора, что в Дании, собрались бандой на летних каникулах у телескопа с нордическим характером, в Ла Пальме, что на Канарских островах, и получив три ночи наблюдательного времени, решили пробежаться по далеким квазарам. Если сильно не мудрствовать, квазары – это большие, активные черные дыры ранней Вселенной, исключительно компактные, исключительно яркие. Отличительной особенностью спектра квазара являются широкие эмиссионные линии газа, падающего в черную дыру. Студенты пошарили там, поискали здесь, и вот наткнулись на шестикратное изображение одного и того же квазара на расстоянии порядка 11 миллиардов световых лет от нас. Как известно из общей теории относительности, присутствие в пространстве-времени большой массы может искажать свет, заставляя его всячески изгибаться и создавать для наблюдателя ложные изображения одного и того же объекта. Такой эффект называется гравитационной линзой, и все это достаточно типично – мы видели уже два, три и даже четыре таких изображения на массивных скоплениях галактик. Но вот сразу шесть изображений – это что-то новенькое. Суровые скандинавские парни Андерс Нильсен, Миккель Кристенсен, Миккель Линдхолмер и Тейс Бринкман получили сначала один, потом другой, потом третий. Итак, шесть совершенно одинаковых спектров, поочередно проверив несколько пятнашек света, разбросанных на снимке площадью в пять угловых секунд. Тем самым они точно установили, что имеет место эффект гравитационной линзы, когда массивное скопление галактик на переднем плане разрывает изображение квазара за ним, образуя арки и пятна вокруг себя. Это первый раз в истории, когда наблюдаются сразу шесть изображений одного квазара. Миккель – это первый раз в истории, а его предлагает привлекательность в киноп energia с рождественной, в beginning на место бытовой